Девушки отдыхают Эта надпись читается и невооруженным глазом Что за русские кассеты, Петро? Пулеметные, наверное Нет, то диски Тогда не знаю Чего мы там не видели? Ничего не поделаем Традиция Очки не особенно интересовали меня и раньше Вечная книга Неужели до сих пор читают? Молодой по весам Силен в торговле Характер нардический Бойкий Значки так и не разглядишь А тут есть в чем покопаться Правда, все больше по-иностранному Но попадаются и знакомые авторы Ух ты! Да у них тут и впрямь на полках коммунизм творится Я тебе так скажу, Петька Нормальному человеку в таком изобилии делать нечего Еще бы! От таких ассортиментов и рассуточность потерять недолго Точно! Хм Короче, план такой Берем всего по два Нет! По три и уходим Только быстренько А то у меня уже глаза разбегаться начинают Разные сигареты Ну зачем нормальному человеку разные сигареты? Нормальному и незачем Этот хитроумный аппарат умеет сам готовить Да ладно! Только кофе Ну это еще куда не шло Он привинчен к полу Это не повод А отвинчивать вы будете? А вот это как раз повод Вот я и говорю Привинчен к полу Намертва Зараза такая Эх, кофейку бы чашечку А ты в курсе, Петька Что это крепчайший сорт кофе С самых высоких гор Бразилии С Гималаев что ли? Сам ты с Гималаев Бери чашку и не позорь меня Собачья еда Да что они тут, озверели совсем? Вот про то, что в некоторых странах собак едят Я слышал А может здесь все наоборот? Консервированная человеченка? Пикантно Симпатично Хорош пялиться, модник Чайни на парад собрались Вам-то хорошо У вас вид классический А мне все одно Что гимнастерку стирать Что выбрасывать А это чего? Чтоб сухо было Где? Не маленький уже Понимать должен Шампанское Я такое уже видел На картинке Пивал я шампанское, Петька Так, пузыри одни Так все дело в них В волшебных пузырьках Смотрите, Василий Иванович Салфетки в рулон скручены Это чтоб носить удобней было А зачем носить? Ну не век же им тут валяться Я и не знал, что их столько бывает А их и не бывает Муляж, наверное Неужели и правда? Без косточек Не попробуешь, не узнаешь Василий Иванович А вы бананы когда-нибудь видели? Видеть не видел Но слыхал много раз От кого? Фурманов рассказывал Груши люблю А я курить А это что? Кетчуп Кетчуп Такой красивый Розовый Во живут люди Это вам не одеколоном похмеляться А в этом шкафу у них газировка Да столько разной, что аж плакать хочется Да тут не только водки Тут прям скажем От одного вида захмелеть можно Бойкий старикашка Чего изволитесь? А можно нам взять вот эти груши? И почему бы не взять? Груши сочные, хорошие, первый сорт Отлично А виноградика возьмете без косточек? Ух ты, без косточек Возьмем, а, Василий Иванович? Бери А может еще и колбаски наберем? Само собой А может ветчинки? Безусловно Сырку? Обязательно Газировки шепучи? Все непременно Из спирта бочку Ну, Семен Семенович В смысле, ну, Василий Иванович Не переживайте так, молодой человек Сейчас и спирт найдем Целую бочку Ведер на двадцать вас устроит Вот это человек будущего Да, настоящий друг Настоящий коммунист Приятно вам провести время Спасибо А пакетики вам не нужны? Премного благодарен А, донесете? Без проблем А может, вам такси вызвать? А может, вы нас на руках дотащите? Не наглей, Петька Шучу Ну, ладно Нам, собственно, уже пора Да, мы пошли Как? Пошли? Куда пошли? А деньги? Спасибо, конечно Но это уже будет лишним Да, денег нам не надо Ну, началось Я так и знал Опять эти безработные Набирают целый вагон А потом отказываются платить А ты еще с ними любезничай Шуточки их Идиотские Выслушивай Чего это он? А? Василий Иванович? Не знаю Обиделся, наверное, что мы у него денег не взяли Вон! Вон! Из моего магазина И продукты на место положите Люмпины Торгаш, морда Шпион африканский Успокойся, Петька Пошли отсюда Нечего нам перед этим ростовщиком душу обнажать Хорошо Но мы еще вернемся We'll be back Чего? Он меня понял Да, вот и покушали виноградику Без косточек Шо делать-то будем? Раскулачивать гада Дело, говоришь, Петька Надо проучить этого хрубияна Может, мы его того Бритвой по горлу? Мелко мыслишь, Петро Бери выше Куда выше-то? Скальпировать, что ли? Опять ты меня не так понял Я хотел сказать, что насилием Мы от него ничего не добьемся Насилием? А насиловать-то зачем? Я в такие игры не играю Во-первых, как раз играешь И именно в такие А во-вторых, почему ты все время Мои слова понимаешь В извращенной форме? А как еще их прикажете понимать? Да не собирался я, Петька Да неужели ты мог хоть на секунду? Само собой Я-то думал, как в криминальном чтиве Красный шарик в зубы И поехали А вы что же, лаской его хотели заманить? О чем ты говоришь? Да у меня я в мыслях В мыслях говорите? Представь себе Чужая душа Потемки, между прочим Или еще лучше Глаза боятся, руки делают Прекрати, Петька Думай лучше, как нам проучить мерзавца А я о чем? Хм, проучить Кстати, а может, курс Илоны Давыдовой? Ну это слишком Лучше уж бритвкой по горлу Незатейливо О, дракончик Не дракончик, а целый змей Да еще и зеленый Действительно А мне и в голову не пришло Молодой ты еще у меня Зеленый Прям как дракончик А в том райончике, небось, таких свалок не делают Тебе видней, Петька Ты у нас по свалкам профи Вот набросали На нашей свалке и то меньше будет Да ладно, врать-то Это не вранье А художественный вымысел Большая разница, однако Этот мусорный бак мне чем-то знаком Да тебе, небось, все мусорные баки знакомы Наговаривайте, Василий Иванович Просто водосточная труба Обычный канализационный люк Хорош Ты кто? Шотландский лорд А я Индергандио Не верите? Я Дункан Макклад Из клана Маккладов Если угодно Я могу воспроизвести вам Мое генеалогическое дерево Не надо нам твоей гинекологии Лучше скажи, что ты тут делаешь? Ищу покой Забвение Забвение? От чего? От крови Если бы вы только знали Как мне опротивила жизнь Эти головы Хрячь Хрячь И одиночество Да Ведь я остался один Совсем один А как же Ричи и Тереза? Они пытались сбежать Вместе Да разве от меня Уберешь? Стыдно вспоминать Да-да Стыдно И одиноко Старому Шотландцу А почему они пытались сбежать? Не знаю Да и какая В общем-то Разница Хотите Я расскажу вам Как хноют Мои раны? Нет-нет Нам пора Как-нибудь В другой раз Вот так всегда Опять останусь один Судьба Кто здесь? Кто-кто Шпрот в пальто А это вы пришли довестить умирающего? Умирающего? По крайней мере От жажды Может помочь чем? Глоточек Доброго шотландского виски Безусловно Скрасил бы мой Нехитрый досуг А глоточек Неразбавленного Технического спирта Не мог бы скрасить досуг Отца шотландской демократии? Я думаю Торк Здесь неуместен Силен А по-моему Как раз уместен Симпатичный кулончик Правда? Василий Иванович Тебе понравился? А мне кажется Подделка Этот камень Достался мне От отца Он передавался В нашей семье По наследству Из поколения В поколение И теперь Вы хотите Чтобы я променял Ее на какую-то Бутылку виски? Ну как знаешь Пойдем Петька Это шантаж Вы хотите Разорить Нищего Старика Пойдемте Василий Иванович Я знаю Тут неподалеку Одно местечко Где можно Превосходно Промочить горлышко Стойте Я согласен Моя фамильная честь Поругана Ловкими аферистами Но любовь К родине Сильнее Только сначала Вы должны Мне принести Целую бутылку Настоящего Шотландского Давно бы так Ого Вот это террариум Ничего себе Заведение Добро пожаловать В обитель Тетушки Ци Ци? Что-то не похоже Вы на китаянку Да я вообще Не похожа Ни на что На свете А чем Вы тут занимаетесь? Я адепт Древнего Шаманского Культа В моих руках Сосредоточены Судьбы Самых Разных Людей А мы Как раз Хотели Молчите Я знаю Зачем Вы пришли Да мы В общем-то Просто так Нет Вы ищите Свою Судьбу Ну хорошо Допустим Что так И чем Вы можете Нам помочь Подожди Петька Дай человеку Сказать Может она Предскажет Наше будущее Одно Я знаю Точно Пока у вас Нет денег Нет и будущего А зачем нам Деньги? Вы задаете Странные вопросы Незнакомцы Кто имеет Деньги Тот имеет Власть Серьезно? Теперь понятно Что значит Вся власть Советом Именно так Я советую Начать вам Поиски Человека Наделенного Неограниченной Властью Издателя Что ли? Вы узнаете Его Когда Найдете Ничего себе Задачка Ищите И не Возвращайтесь Ко мне Пока не сможете Заручиться Поддержкой Такого Человека О, Янка Привет Ты откуда здесь? Добрый день Молодые люди Да брось ты, Анка Это ж я Петька И Василия Ивановича Вот с собой притащил Вы, наверное, что-то путаете Меня действительно зовут Анной Но вас я не припоминаю А вот ваш профиль, мужчина Мне знаком Вы случайно в кино Не снимались? Было дело Вот те раз Тоже мне Вечная любовь С глаз дало И сердце вон А вы, собственно По какому вопросу? К шефу твоему Вот зайти надумали А он вас ждет? Нет, но В таком случае Вам придется прийти в другой раз Я внесу вас в список посетителей Под номером 761 Позвольте, барышня, но Никаких но Вот влипли Подожди, Петька, а не дрейф Есть у меня для нее Одна волшебная фраза Сегодня Ровно в пять Позади амбара Василий Иванович О, вспомнила Что вспомнила? У нее проснулась Родовая память Какая память? Ну, память Прошлых поколений Опыт Предыдущих Воплощений Реинкарнация Так сказать Старый Индийский фокус Меня Один Заезжий Йок Обучил Интересно И что же это Происходило Ровно в пять За амбаром? Это тебе Интересно А науке Не интересно Интересно Другое Теперь она Она нас помнит И пропустит Без очереди Василий Иванович Как же это вы? И Петька Сокол мой ясный Сокол, говоришь? Ясный? Ну-ка, признавайся Что за амбар Такого с Василием Ивановичем Состоялся? Прекрати истерику Петр Ну, ладно Нам пора Позже поговорим Ого Высотища Неужели это наша Анка? Красотка Ах, кто это с ней? Где? Шучу Ай-яй-яй Такое занятое Часы отстают На целый час А может они Не отстают А спешат На целые сутки Скорее уж Вообще стоят Прилично Как раз не очень Журнальный столик С журналом Как банально Совсем не изменилось Все те же руки Ноги И вообще Нет Ни капельки Не изменилось Чего это он здесь делает? Лежит Анка Могу я рассчитывать На взаимность? Можешь рассчитывать На что угодно Только ко мне не приставай А если я предложу тебе Руку и сердце? Лучше предложи ей Печень и почку Говорят Сейчас это дефицит Хорошую печень Отрывают с руками Тоже мне Американскую мечту Вы думали? Лучше уж яхту Океанскую И счет в банке Нет уж Лучше секс До первого обморока И путевку в санаторий А по мне Так стакан водки И процессор Шестого поколения Ухажеры Баааа Василий Иванович Смотрите Как этот фрукт Устроился Ну Здравствуй Политрук Чай не ждал гостей? Василий Иванович Каким ветром? Попутным Ты лучше отвечай Как тут очутился А я вас сразу узнал Отец Про вас Столько Рассказывал И Петька с вами Ну надо же Прям как у деда В книжке Ничего не понимаю Это что Выходит Внук Нашего фурманова Выходит так Петька А с виду Вылитый фурманов Послушай Мы к тебе не просто так По делу пришли Да Это проект Вселенского масштаба Космический размах Господа Бизнес Не терпит Праздных разговоров Ну хорошо Выкладывай Петька Я? А почему я? Ты не тяни Видишь человек занятой Предложи ему что-нибудь Ты же у нас главный По безумным прожектам Я Я предлагаю Предлагаю Давай давай Предлагай А вы не торопите меня Дайте хоть секунду подумать Итак Я предлагаю Продавать земельные участки На Луне Правильно Мы организуем акционерное общество И сначала будем раздавать акции Бесплатно А потом Когда от желающих отбоя не будет Резко взвинтим цены Да Но все уже настроются И не смогут отказаться Невероятно Как же я Не додумался до этого раньше Надеюсь Господа Вам не надо Объяснять Что успех операции Зависит от ее Конфиденциальности Конечно не надо Мы и сами никому не собирались Говорить об операции Отлично Я прикажу немедленно Напечатать первые акции А вы Зайдите ко мне Чуть позже Обсудим план Дальнейших действий Вернулись Вовремя Акции готовы Забирайте А почему такая спешка? Я человек дела Каждая моя секунда Стоит доллар Тогда мы пошли Идите Кстати С вас полтинник За что? Я же сказал Каждая моя секунда Стоит доллар Ну и что? А моя десять И моя Да? Да Не знал Учти Ну ладно Ладно К чему нам такие условности? Свои люди Сочтемся Вот так-то лучше Пошли, Петька Пока этот аферист нас совсем без штанов не оставил Да И не забудьте распространить как можно больше акций Я знаю, что не должен этого говорить Но делайте со мной что хотите, если это не кондиционер Что хотите, говоришь? Вот ты и попался Ну вот вы и раскололись Вот ты сейчас у меня и получишь Вот мы детишкам-то аппетиты испортим Каким детишкам? Озабоченным Тьфу на тебя Тьфу на вас-то еще раз Василий Иванович, а вы заметили? Здесь и потолок зеркальный Вот ты извращенец, а Кто? Я? Да ты-то при чем? Молчал бы уж Массивный дубовый стол для серьезного руководителя Такие столы почему-то так легко обвораживают доверчивых секретарш А что здесь такого? Мне тоже нравится Это как раз не показатель Так вот он какой Новый русский Да какой он новый? Какой он русский? А чего? Да ты посмотри на эту рожу Слушай, Фурманов Тут такое дело Нам нужен врач Хороший Лучший из лучших Да, специалист В какой области? В области морды А, пластика Скорее металл Да, это сложнее Впрочем, есть у меня и такой специалист Из наших Наших? Ну да, Павлов его фамилия Федор Айзикович Понятно Берет, конечно, не дешево Зато руки Золотые Оно и понятно С такими-то ценами Цены у него договорные Сами будете с ним разговаривать А вот адресок я вам На карте черкну Потом посмотрите Спасибо Выручил Раньше времени не благодарите А будут еще идеи Обращайтесь Может, еще какой бизнес наладим Бери, Петька Пойдемте Василий Иванович А на потолке Кто? Посейдон Посейдон? А трезубец у него где? Где положено Вот это тортилла А почему у нее глаза зеленые? А вот ой шо? Голубые были? Ой Не ой А фотография великого мага А здесь зачем? Для острастки Эти петушиные хребты Используются для ворожбы Помните? Избушка на курьих ножках Ну? Так вот А внутри у ней Подсвечники на курьих ручках Да иди ты Да чтоб не провалиться Так вот он какой В этой бутылке лежат куриные яйца Брежешь, Петька Я отсюда вижу петушиные Петухи яйца не несут Вот это их и губит Мне показалось Или в этих банках действительно лежат глазные яблоки? Мне показалось А в середине Глазная груша Этот стол тут не просто так О, сразу видно Им пользуются Регулярно А это что? Череп с кровью? Да нет С краской Фу ты А я перепугался Какой приятный маленький мешочек И какой в нем приятный золотой песочек И не думайте Еще проклянет Про крокодиловые сумочки слышал Но это? А это кто такой? Я тебе дам кто такой Ты че? Уже пюст не узнаешь? Да как сказать Пюст вроде узнаю А вот рожу не очень Помните? Избушка на курьих ножках Ну? Так вот А внутри у ней Подсвечники на курьих ручках Да иди ты Да чтоб не провалиться Какая женщина Вот мы сделали все как вы просили Хорошо А чего нам дальше то делать? Это мне неизвестно Может все таки походаешь Для того чтобы заглянуть в ваше будущее Мне необходима ритуальная книга по обрядам Вуду А если без нее? Без нее точно воспроизвести ритуал вызова духов невозможно Вызов? Духа? Неужели и эти теперь работают по вызову? Принесите мне книгу И я устрою вам такой сеанс связи с Астралом Что мало не покажется Субтитры сделал DimaTorzok Посетители невероятные Как вы сюда попали? По распределению? Нет, добровольцы Добровольцы? Я не верю своим глазам Зря Добро пожаловать в наш музей Итак, все по порядку Для начала я прочту вам вводный курс лекций А затем и основной Ну, что уж потом Доберемся и до расширенного Не надо, мы очень торопимся Не хотите? Нет И лекцию про Австрала Архиториуса? Нет И про окаменелости пещерного медведя Краманьонского периода? Нет Даже про особенности ритмики напевов У гавайских аборигенов? Не надо Как же так? Я ведь приготовил прекраснейший набор тем На самом деле мы пришли посмотреть в этот телескоп Хорошо, смотрите Только не слишком долго Говорят, от этого можно слепнуть Если верить всему, что говорят Ослепнуть можно от чего угодно Ух ты!